Серёж, сейчас быстро райдер проверим с администратором твой, чтобы всё хорошо было на программе. Смотри, жратва, жратва. Есть. Есть бухло. Есть. Есть пьяная баба. Утром была. Ну, утром была, а сейчас где? Это я. Сейчас, Олега, извини. Иди нажрись быстро, ну что ты позоришь. Так, ребят, всё, работаем. Серёж, прости, работаем. Домы и господа, на первом канале «Вечерний Ургант». Сегодня Сергей Шнуров, наш технический эксперт Сергей Опрессов, музыкальный гость Джон Грант, А также звёзды последних звонков, легендарная группа «Фрукты». Пожалуйста, встречайте Сергей Юрский. Сухое левантийское лицо, упрятанное оспенками в бачке, когда он ищет сигарету в пачке на безымянном тусклое кольцо. Внезапно преломляет 200 ватт, и мной хрусталик вспышки не выносит. Я ощурюсь, и тогда он произносит, глотая дым, при этом... Виноват? Январь в Крыму. На Черноморский брег зима приходит как бы для забавы. Не в состоянии удержаться снег на лезвиях и остриях агавы. Пустуют ресторации, дымят. Ихтиозавры грязные на рейде, и в прелых лаврах слышен аромат. Налить вам этой мерзости? Налейте? Итак, бутылка, сумерки, графин. Вдали буфетчик, стискивая руки, дает круги, как молодой дельфин. В порту хамсой набитый филюки. Квадрат окна, в горшках желтофиоль. Снежинки, проносящиеся мимо. Остановись, мгновение. Ты не столь прекрасна, сколько ты неповторима. Друзья, сегодня 72 года со дня рождения. Иосифа Бродского его стихи для вас прочитал. Наш любимый Сергей Юрский. Спасибо огромное, Сергей Юрьевич. Спасибо вам большое. Мы начинаем. Это вечерний орган. Друзья, я бы хотел сегодня начать вот с каких слов. Есть добрый вечер, дружи. Вечеря ургантова на чинахом. Дивитесь. Буки до диковинных охоташи, до гусли звонче жати. Человечи диковинные до речи мудрые челом бьем. Здравы буди. Давненько, друзья, не звучала старославянская речь на Первом канале. Ну, как раз с ровно с тех пор, когда закрылась программа Дог-шоу с Михаилом Широидом. А все потому, что сегодня день славянской письменности и культуры. Так что я вас всех поздравляю. И все, кто рассчитывал сегодня услышать у меня грязную брань, будут разочарованы. Поэтому на нашем, на нашем компьютере мы сегодня решили поместить вот какое изображение. Поскольку когда-то все начиналось с Кирилла Мефодия, когда-то все начали вот с такого красивого славянского языка. Мы хотели бы поместить несколько слов на языке, на котором мы все будем разговаривать через 70-80 лет. Спасибо. А сегодня, кстати, день для группы «Фрукты». Очень приятный. Посмотрите, пожалуйста, на группу «Фрукты». У многих вопрос. Я объясню, в чем дело. Сегодня, друзья, ровно 24 часа остается, даже меньше, чем 24 часа, до последнего звонка. Я хочу всех поздравить, кто завтра уже услышит этот звонок в последний раз в школе. Кстати, группа «Фрукты», вы же все из одного класса? Да. Какая школа у вас, ребята? 605. 605. Ребята все из одного класса, а Диего, перкуссионист, это классный руководитель, ребят, в свое время. Вот так помогли учителю. Сейчас наша быстрая рубрика, которая называется «Хорошая новость к выходным». Как передает РИА новости, начиная с этого года, все автозаки, которые предназначены для перевозки заключенных, будут оборудованы кондиционерами. Давненько мы не читали твиттер. Прямо сейчас, раз уж сегодня столько исторических событий произошло и случилось, в честь Кирилла и Мефодия у нас исторический твиттер. Вечерний Морган. Исторический твиттер. Исторический твиттер. Итак, давайте посмотрим, что сегодня в историческом твиттере напечатали исторические персонажи. Ну вот, например, пожалуйста. От кучера его сиятельства графа Юсупова. Стоим в пробке, государь вдвое сократил количество моргающих лошадей. Следующий твиттер. Владимир Ленин установил Инстаграм. Твит от Льва Троцкого под ником Лёва. Товарищи провожают на проект каникулы в Мексике. Ждём пароход. Ну и, наконец, Уральская оружейная артель сообщает. Если жандармы не справляются, мы с мужиками готовы приехать в столицу и отстоять свою стабильность. Это был исторический твиттер, друзья. Ну а у нашего гостя, первого гостя в сегодняшней программе, только что вышел новый альбом, скоро выходят два фильма с его участием. Встречайте из Санкт-Петербурга. Сергей Штуров приехал к нам в гости. Здравствуйте, Сергей. Привет. Сергей, ну рассказывайте, что происходит в вашей жизни. Что, чем живёт сейчас Сергей Шнуров? Какие новости? Давайте я вам подскажу. Да, подскажите мне, пожалуйста. В Москве открывается фестиваль, который называется Бит-фильм. Вот. И на этом фестивале покажут фильм про группу Ленинград. И фильм этот называется... Я не буду... Я не буду рассказывать, как называется, я покажу. Мы тоже не полностью нету пока постера. Покажите, пожалуйста. То есть в названии фильма эти буквы, оставшиеся здесь, не пропущены. Так называется фильм? Ну, наверное, да. Сергей, я не буду спрашивать, почему вы так назвали фильм. Это, в принципе, понятно. Про что кино? Собственно говоря, это же название одной из песен группы Ленинград. Так. Фильм снят с помощью каких-то нанятых операторов. Было восемь на концерте. Они снимали в основном зрителей, а не сам концерт. Ну, это документальное кино, да? Документальное кино. Такое исследование толпы, которая приходит на группу Ленинград. Давайте посмотрим кусочек исследования этого небольшого на Первом канале. Пожалуйста. Дай хлебану воды у тебя. Полгладка. Я не знаю, какой там соответствий, поэтому не имею в виду. Он на том, кому его действует. Миши! Когда нет тем, в арке трубы, такая сука, это сырами. Ну, я бы хотел сказать, что эти кадры мы нашли уже отдельно от оператора. Оператор до сих пор не может найти, который снимал эти кадры. Его жизнь в корне изменилась. То есть фильм про группу Ленинград. Но скорее про поклонников. Про поклонников. Про посетителей концерта. А какие они ваши поклонники? Вот я, кстати, пытаюсь понять и не могу дать себе ответ, потому что разброс очень большой. Они разные, они очень разные. Но на концерте они примерно все вот такие, что их роднит. Я хочу сказать, что последний кадр мы видели из Санкт-Петербургской публичной библиотеки. Там проходил концерт. Ребята, оттуда. Что за фильм, который вы выпускаете? Сейчас выходит, кинотавр открывается с фильма, который снял Борис Хлебников, который называется «Пока ночь не разлучит». И там Сергей Шнуров уже выступает в качестве актера. Это художественное кино. Я там даже какую-то песенку вроде как пою. Фильм художественный, он интересен тем, что, собственно говоря, снят за какие-то смешные для сегодняшнего кинематографа деньги. И все артисты, в том числе и так называемые звезды, которые там участвовали, они работают за какой-то мифический процент. Процент от прибыли? Процент, да, от проката. Ну, знаем наш прокат. Ребята работают на халяву. Давайте посмотрим, есть фрагмент из этого фильма, тоже Сергей в нем участвует. Может, водки? На сегодня где? Арфинск увидел? Ну? Бесит. Ну, этот же фильм, насколько я знаю, этот фильм снят как бы про московскую гламурную жизнь, которая подслушаны разговоры в ресторане Пушкин. Да, да, да. В одном из самых лучших ресторанов нашего города. Спасибо. Так вот, Сергей, ну вы-то как относитесь к гламурной московской жизни? Я неплохо, все зависит от собственного состояния. Если ты сильно пьян, то и море тебе по колену, и любой гламур совершенно спокойно переживается. Я спокойно отношусь. Да, тем более, давно я не видел гламура. Вот гламур, как говорят, сейчас не в тренде уже. Но я бы не сказал так по вашему костюму. Это спортивные штаны. Это спортивные штаны, спортивная обувь. В моде спорт. В моде спорт. Но вы же, Сергей, вы сейчас, Сергей, в этом костюме напоминайте игрока сборной России по футболу, который отмечает победу сборной хоккея на чемпионате мира. Вот так бы я сказал. Но вы же болельщик, футбольный, активный болельщик. Возникает вопрос. Но это ничего не значит. Это ничего не значит. Но возникает вопрос. Я хочу просто спросить про футбольный чемпионат европейский. Какие-то прогнозы, Сергей? Я уже... Дело в том, что у меня лет пять нет телевизора, а футбол не по телевизору не показывают, да, Сергей. Да, честно говоря, я не знал содержания этой программы. Для меня вот удивление. Группа Фрукты сегодня, зрители, ты опять же. Я думаю, Ургант про папу подумал вначале, а потом оказалось, что ты, да. Вообще, первоначально хотели, чтобы бабушка вела. А было бы тоже неплохо, да. Я, Сергей, честно хочу сказать, что поскольку я являюсь большим поклонником вашего творчества, музыкального, прежде всего, я хочу уточнить вот про что. Вышел альбом 14 мая. Вышел новый альбом Сергея Штурова, сольный альбом, который называется «Лютик». И этот альбом по каким-то причинам я не могу купить в магазине. Почему? А он такой как бы необязательный, и какое-то количество песен просто накопилось и было придумано. Они не очень вписываются в концепцию группы «Ленинград», как я ее вижу. И они были выложены в интернет, собственно. А то есть они в интернете? Давайте мы хотя бы покажем, может быть, тут у меня твиттер, покажем хотя бы обложку альбома. Как называется сайт? «Сосиемси.ру» Давайте, я, понимаете, я сейчас буду подробно вас спрашивать про букву, потому что я боюсь оказаться на другом сайте. «Сосиемси». «Сос». Да, «Сос». И дальше... Потом «И». «Из». Потому что есть такой же сайт, посвященный творчеству МС Хаммера, и он об этом не знает. «МС». Вот так вот, да? «Точка.ру», да? «Точка.ру», да. «Точка.ру». Мы заходим на этот сайт. Не может проверить подлинность этого сайта. Вот так вот сейчас. Но мы продолжим. Давайте посмотрим. Вот он. Вот, друзья, вот альбом «Лютик». Давайте. Вот тут можно слушать все песни, да? Скачивать их можно здесь? Да, можно. Можно скачивать, слушать. Вот, пожалуйста, заходите на сайт, название которого произнес только что Сергей и скачиваете эти песни. Сергей, я хотел бы вернуться, поскольку сегодня день славянской письменности, культуры, а вы, для вас это не пустой звук, вы посвятили этому многие песни. Годы. Годы. И сайт, я так понимаю, тоже название связано. Особенно МС, да? МС, да. Я бы хотел, Сергей, предложить вам сыграть в игру, которую полностью посвятить названию вашего фильма, которая называется, я тоже не могу это произнести. Два икса. Два икса, назовем это так. Дабл икс, назовем это так. Друзья, игра, которая называется Who is Who? Who is Who? Who is Who is Who? Тут все очень просто. Сереж, все очень просто. У нас есть, мы на скорость, вот так вот поочередно нажимая на шахматные часы, должны произносить слова, которые начинаются на две буквы, Who. Ну, начинай. Сейчас я... Вы готовы? Да. Поехали. Художник. Ху**о. Я выиграл. Спасибо. Друзья, это был Сергей Шнуров, вы никуда не уходите, сейчас вернемся. Друзья, продолжается, вовсю идет, Гремит, гремит. Целлулоидными шагами идет по набережной Круазет 65-й Каннский фестиваль. У нас прямое включение из Канн. Наш специальный корреспондент-кинообозреватель нашей телевизионной передачи Антон Долин. Сегодня и уже последние несколько дней находится там. И прямо сейчас в связи с этим наша рубрика, которая называется «Пойдем в кино, Ванесса». Пойдем в кино, Ванесса! Пойдем в кино, Ванесса! Антон, добрый вечер! Привет, Антон! Добрый вечер! Добрый! Как Каннский фестиваль? Как там дела, Антон? Ну, Каннский фестиваль очень бурный в этом году. Не считая того, что омерзительная была погода все время, несколько дней шел страшный проливной дождь. Люди за этого больше времени, чем обычно, проводили не на вечеринках на пляже, а все-таки в кино. Ну, а сейчас даже и погода наладилась. Николь Кидман сегодня приехала. Настроение у всех прекрасное. Два дня осталось до закрытия. Но единственное, что не могу, к сожалению, хотя я хотел бы толкнуть какой-нибудь патриотический спич, поскольку фильм Сергея Лозницы «В тумане», который представляет Россию, еще не показывали. Завтра будет его премьера. Антон, была ли возможность встретиться с кем-то из звезд, поговорить лично, посудачить? Да, я говорил с несколькими звездами, в основном с режиссерами. Меня глубоко впечатлила встреча с замечательным Михаилем Ханеке, который считается тут фаворитом. Ну, а вчера я ездил в далекий отсюда отель «Де Кап», который считается одним из самых шикарных в мире, встречаться с Николь Кидман, которая сегодня выйдет на красную ковровую дорожку через считанные, не часы, а может быть, уже даже минуты. Николь произвела на меня прекрасное впечатление. Она в хорошей форме. И главное, она сыграла первую свою, по-моему, действительно безоговорочно отличную роль лет за 8, наверное. Я думаю, что гарантирована ей хотя бы номинация на «Оскар», а может быть, даже и приз. Играет она совершенно нечто такое необычное для себя. Она такая парикмахерша-маникюрщица из провинциальной Южной Америки 69-го года. В коротких платьях и в макияже, в вырве глаз. Несколько эротических сцен, комических и в то же время трогательных. Расскажите подробно о них, про эротические и комические сцен. Ну, я скажу без подробностей. Мне кажется, что Шерон Стоун после своей знаменитой сцены в фильме «Основной инстинкт», она покраснеет, посмотрев, как эту сцену в новом контексте в тюрьме воспроизвела Николь Кидман. Вы имеете эту знаменитую сцену Шерон Стоун, вот эту, да? Именно, вот ту самую с допросом. Фильм, кстати говоря, называется «Газетчик», куплен для русского проката и будет в прокате у нас, но, думаю, в течение ближайшего полугода наверняка. Антон, спасибо. Интересная информация про Николь Кидман. Михаил Ханеке не так интересно, потому что большинство россиян думают, что это пиво. Антон, скажите, ну, собственно, вопрос-то один. Ваши прогнозы относительно победителя Каннского фестиваля, потому что мы хотим на этом и деньги заработать у волкмекеров. Ох, про деньги не знаю. Будь я президент жюри, так я скажу. Я бы дал немедленно приз Леусу Караксу, прекрасному французскому режиссеру, который за последние 13 лет, что он ничего не снимал, кроме короткометражки под названием «Дерьмо», видимо, окончательно достиг какого-то уровня священного безумия. Фильм его называется «Священные моторы». Зал его встречал, ну, как финал рок-концерта. Они улюлюкали, свистели, топали. Очень крутой фильм, пересказать невозможно. Вы полагаете, что это будет победитель фестиваля? Я бы ему дал. Спасибо огромное, Антон. Мы ждем вас из Канна. И уже расскажете, когда приедет сюда. Это была наша рубрика «Пойдем в кино Ванесса» и наш кинообозреватель Антон Долин, друзья. Друзья, вот еще одна новость. Вчера принцесса Великобритании Анна посвятила главного дизайнера компании Apple Джонатана Айва в «Рыцаре». Вот такая новость. Мы поздравим Джонатана Айва. О всех остальных новостях мира гаджетов нам расскажет главный редактор журнала «Популярная механика» Сергей Апресов в нашей рубрике «Технопресс». Прямо сейчас. Технопресс. 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 Сергей. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте, Сергей. Сегодня мы будем говорить про классические гаджеты. Да, безусловно. Вот это два моих любимых гаджета. Я принес их сегодня прямо из дома. То есть вы... Да, но деньги вы взяли, как будто бы вы их купили. Пожалуйста. Итак, вот этот замечательный плеер под названием «Ролли» это фактически бурановская бабушка из мира гаджетов. Бурановская бабушка как бы вот в этом яйце внутри, да? Да. Осторожно. Он умеет очень многое, он умеет проигрывать музыку, он хранит файлы, папки, ну, в общем, делает все совершенно замечательно, как любой плеер, но еще он умеет танцевать. Давайте посмотрим, Сергей. Вот так он просто играет. Но если мы нажмем дважды... А если ему... Бабушке тоже не сразу входит в раж. А если ему капнуть немножко, граммулечку машинного маслица, может? Я думаю, тогда закручится, как вертолет. Мы можем как-нибудь на засуде попробовать. Спасибо. Давайте примем все еще дальше. Итак, Иван, это мой самый любимый друг. Вы дружите с роботом? Да, как и многие, приходится, Иван, приходится дружить с роботами. Вы живете в каком-то волшебном мире, конечно, Сергей. Пожалуйста. Так. Он практически является человеком и практически может все. Сейчас он подойдет к вам в своей несколько необычной манере, как роботы обычно это делают. Не бойтесь. Так. И? Вот видите, он приветствует зрителей. Сейчас он предложит вам пожать ему руку. Он знает, что я сзади стою? Вы, пожалуй, ему за меня. Привет, дорогой. Привет, дорогой. Мы с ним всегда вот так вот вдвоем общаемся. Вот что значит роботный человек? Человек бы так, конечно, не стал бы. Хорошо. Что еще? Давайте посмотрим. Ну, он у нас довольно спортивный товарищ. Начинает утро с силовых упражнений. Я понимаю. Давайте не будем... Пускай он в одиночку это делает. Давайте мы попробуем это сделать вот в такой компании. А он может... Ай-яй-яй. Он может... Ай-яй-яй. Он ведет себя как обезьяна сейчас. Скажите, это он сам делает или вы его управляете? Так, скажите, а может он, например, ну как бы, я не знаю, познакомится вот с женщиной его возраста? Вы знаете, вообще это боевой робот. Он у нас участвовал в боях, поэтому все, что он умеет, фактически... Извини, мать, он боевой. Вот так, друзья, чаще всего бывает в жизни, когда мужчины занимаются гимнастикой, а женщины стоят как будто приклеенные и смотрят вдаль, и ждут нормального человеческого пункта. Посмотрите, посмотрите. Ну, понравилось слабо. Да. Спасибо огромное, друзья. Это был наш постоянный технический экспресс. Экспресс-эксперт Сергей Апресов. Сереж, спасибо вам огромное. Ждем вас здесь, друзья. Совсем скоро Джон Гранд никуда не переключать. Сегодня, друзья, у нас в гостях замечательный американский музыкант, автор альбома 2010 года. По версии очень многих музыкальных изданий, это был лучший альбом 2010 года. Альбом называется «Queen of Denmark», а в гостях у нас сегодня человек, который завтра выступает в политеатре, что находится в Московском политехническом музее, а зовут его Джон Гранд. Встречайте. Альбом Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Альбом Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, спасибо. Друзья, Джон Гранд. Ну а закончить сегодняшний выпуск хотелось бы словами директрисы любой средней школы. Это был неплохой выпуск, а следующий будет лучше. Увидимся в понедельник. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ